Да, Ирина Александровна Шалина, с которой мы все хорошо знакомы, которая у нас уже, видите, как выясняется, не первый раз выступает. Мы ее всячески приветствуем и предоставляем ей слово. В основном стараемся выключить микрофоны, чтобы у нас не было лишних звуков. Включаем только по мере необходимости. Скажите, пожалуйста, слышно или по громче сделать? Слышно, Ир, хорошо все. Ну, собственно, речь пойдет о нашей иконе из Русского музея Никола из Духового монастыря, которая перед вами. Ну, и задача основная, хотя будут некоторые ответвления в ту или иную сторону. Собственно, главная моя задача была вот как-то найти такую линию развития византийского искусства, не аналогию, не параллель, но вот именно линию развития того художественного образа, который оказался в этой иконе очень одиноким в древнерусском искусстве. Собственно, задача была такая. Если позвольте, я все-таки буду читать, чтобы сэкономить время, там очень много материала. Сейчас, Ир, как вам удобнее, так и делай. Икона Никола из Духового монастыря занимает исключительно важное место в новгородской иконописи, связывая произведения 1-й, 3-й, 13-го века, написанные еще в русле комниновских традиций и краснофонные образы последней и третьей столетия, которые демонстрируют разрыв с византийским наследием. Причем дистанция между последним памятником ранней группы, это двухсторонней иконой собрания Корина, намного, как кажется, меньше между Николой, чем между всеми последующими иконами, это еще покрупнее, она же двухсторонняя, чем всеми последующими иконами так называемой краснофонной группы, куда входит вот эта наша знаменитая икона Ивана Георгия Власия. Другими словами, она скорее завершает процесс развития стиля первой половины столетия, чем открывает его новую страницу. С этим связана достаточно условная дата создания, поскольку икона не имеет никаких исторических привязок и даже отдаленных художественных аналогий в новгородском искусстве. Ну вот здесь сразу хочу сказать, что у нас существует во второй половине столетия, пожалуй, только один памятник, причем, как вы видите, плохой сохранности. У меня, к сожалению, некачественные фотографии. Это пролог Лобковский 1262 года, который, несмотря на то, что вот он от середины столетия отстоит вроде совсем немножко, кажется, что из всей второй половины это единственный памятник, который можно вспомнить в связи с нашим Николой. Ну вот хочу показать вам буквально парочку кадров. Ну это и лепка лица, довольно похожая по колориту. Это довольно активно прорисованные описи, вот очень похожий просто рисунок носа с такими широкими крыльями. Но особенно это интересно, когда сравниваешь ангелов. Это вот ангел из Духова сверху. И поклоняющиеся ангелы – это и острое выражение, такое островыразительные лики с такой очень характерным накатом щечки, как и в нашем случае. Особенно абсолютно одинаковые нимбы, аурипигмент с красной обводкой, совершенно одинаковые слухи. Но вот что особенно важно, это просто вот буквально по одному образцу сделанные крылью. Ну просто в них абсолютно все повторяется, начиная от обводки, заканчивая вот этими красными подпапоротниками, которые просто такое впечатление, что сделаны одной рукой. Хотя я понимаю, что сравнение миниатюры и иконы довольно всегда сложно, но, тем не менее, должна была напомнить про этот памятник, он, собственно, единственный во второй половине века. А создавшие эту икону в социальной среде могут отчасти свидетельствовать новые сведения о происхождении. В Троицком соборе Духового монастыря, он сейчас перед вами, где икону обнаружили в 1925 году, судя по описям, она появилась поздно. Видимо, ну, во всяком случае, не раньше, не позднее, точнее, второй половины XVIII века. Благодаря надписи на нижнем поле, которая сообщала о создании иконы, вот эта надпись здесь внизу, в 1500 году и перенесении ее из диких полей, образ был отмечен в труде архимандрита Макария среди убранства этого храма. Известная ему надпись, соответственно, созданная не позднее середины XIX века, это вот архивная фотография из рукописного отдела Третьяковской галереи, где сохранился архив Центральных государственных реставрационных мастерских. Вот она, собственно, фиксирует надпись, которая была удалена во время реставрации 1928 года. Ну вот благодаря этой фотографии можно ее прочитать от воплощения Богослова. В 1500 году написан сей образ святого великого святителя Николы Мирликиского. Чудотворцы взят сей образ из диких пол, ну, из диких полей, ведь. В Русском музее ошибочно полагали, что речь идет о возвращении иконы из южных степей, отделявших крымских татар от московского государства и именовавшихся дикими полями. Ну вот особенно активно эту мысль развивала Татьяна Борисовна Виленбахова. Ошибалась и Людмила Андреевна секретарь, которая безосновательно наделила этим топонимом архиерейскую мысу. Это древний владычный удел с деревянной церкви святого Николая, который расположен в пяти верстах от Новгорода. На самом деле в надписи, как удается выяснить, говорится о подмосковной дикопольской вотчине, в Богородицком уезде на реке Непрядве, вот где-то вот в этом месте, совсем недалеко от Тулы, в селе Никитском, которое было получено митрополитом новгородским в 1678 году для дома Святой Софии. Ну, это такая обычная практика XVII века, когда митрополитские кафедры даровались разными вотчинами. Тогда же, в этом году, там была выстроена деревянная церковь в честь новгородских святителей Никиты и Иоанна. При этом утварь и книги для ее обустройства, судя по обнаруженной нами описи этой вотчины, были как новые, их было меньше, так и бывшие ранее в архиерейском употреблении. Ну, я должна сказать, что эта опись исключительно подробная, видимо, в связи с тем, что она только-только была основана, деревянная церковь только возведена, там прямо о каждом образе говорится, там вот пелена подвешена ветхая, а поля у нее сделаны новые. То есть почти по каждому предмету подчеркивается ее обновление, ну, видимо, специально для этого храма. То есть откуда-то взяли из архиерейской казны вещи, перенесли вот в отчину, и таким образом вторичным употреблением они использовались. В силу удаленности вотчина она довольно быстро была обменена на другие земли, при этом, естественно, все имущество возвратили в Софийскую казну и частично распределили по владычным храмам, что и объясняет, на наш взгляд, эту формулу надписи «взят из диких полей». До второй половины XVII века икона могла находиться как в самом Софийском соборе, так и в других храмах, приписанных к архиерейскому дому. Нельзя исключать от перемещения ее в период шведской оккупации Новгорода, когда имущество разоренных церквей оказывалось в распоряжении митрополитчей кафедры. Поздняя надпись, судя по полиографии, возникла не ранее конца XVIII века и приводит явно легендарную дату поновления, о чем свидетельствует характер буквенного обозначения от Рождества Христова, так и равное число лет 1500, что было очень характерно для вымышленных или неверно прочитанных в предшествующем тексте данных. То, что предшествующий текст был, также есть запись у реставраторов. Они почему-то не выявили эти буквочки, видимо, они были уничтожены при реставрации в 1928 году, но в паспорте отмечено, что предыдущая надпись, что эта надпись повторяет предыдущую. Ну, и, судя по всему, все это возникло после возвращения из Диких полей, когда икону очередной раз реставрировали. Если памятник в древности принадлежал к числу архиерейской собственности и украшал один из храмов Софийского дома, то высказанное нами ранее предположение, что замысел композиции был определен поминальным характером и вативным заказом подтверждается довольно высоким статусом ктиторов, явно связанных с солитарным слоем новгородского общества того времени. Сочетание поясного Николы в центре и палеосных святых повторяет схему раннего памятника из Новодевичьего монастыря. Причем, судя по многочисленным повторениям, эта схема сохранялась в Новгороде на протяжении всего столицы. Несмотря на традиционность этой схемы, рассматриваемый образ выделяется особым замыслом. Все, без исключения авторы, ошибочно повторяли мысль об утрате престола. Вот здесь на верхнем поле, тут действительно есть, как видите, небольшая утрата. И вплоть до последнего момента, когда это же самое сведение было включено в текст «Последняя история русского искусства». На самом деле его там никогда не было. Мы это пытались утверждать в предыдущей статье, но сейчас это и подтвердили технико-технологические исследования, которые не обнаружили следов изображения никаких в этом месте. Но главное, обратите внимание на взгляды поклоняющихся архангелов, которые устремлены не к этому престолу, который якобы тут был, а к самому прямо на лоб святого. Это особенно заметно, если мы сравним сцены верхнего поля других новгородских икон. Наверху наша, ниже – это спас на престоле краснофонный из Третьяковской галереи, а внизу – это Никола из Новгородской Николы 1294 года, вылетело место Никольского храма, извините. Отсутствие престола кардинально меняет иерархию изображенных. Ангелы с покровенными руками поклоняются самому чудотворцу, тем самым воспринимаемому словно алтарной трапезой. Но напомню, что именно так в Актуихе воспевается Николай архангелом сопрестольничим. Единственный подобный пример, когда вопреки канону ангелы служат не Христу или Богородице. Больше таких примеров вообще не знаю во всем восточнохристианском искусстве, а именно святителя Николая известен по иконе, который написан в мастерской крестоносцев в конце XIII века. Причем они размещены, эти ангелы, не просто на полях, а введены в средник и изображены с кадилами, что может усиливать поминальный характер всего изображения. Отмечу сразу, что само изображение ангелов с кадилами вообще не встречается в искусстве нашего региона, но было исключительно, чрезвычайно популярно в Италии. Это просто каждая вторая горучная икона с кадящим ангелом. То есть это в мастерскую крестоносцев явно попало из Италии. Несмотря на то, что икона из Новодевичьего монастыря в два раза больше, чем наш памятник, в нем сохраняется как число палеосных изображений, которые варьируют поясные фигуры на верхнем и нижнем полям, и ростовые по сторонам средников. Традиция эта существенно отличается от византийского искусства, где святые на окружающих средних полях всегда, почти без исключения, представлены поясными и даже чаще в медальонах. Буквально несколько примеров. Два известных памятника Синайские и Патмоса. Это еще несколько фрагментов Синайского собрания разного времени XI и XII века от несохранившихся или плохо сохранившихся икон. Причем, судя по вот этим прямоугольным очертаниям, они тоже явно были в медальонах первоначально. Это еще, например, два известных распятия тоже Синайских, одно из которых было сделано в мастерстве крестоносцев. Ну и, собственно, вот два исключительных примера, которые удалось найти, это две аналойные иконы, тоже Синайского собрания, где вот эти святые, крупные на полях, скорее мыслились как продолжение предстояния центральному образу, вот вторая икона, чем, собственно, палеосные святые. Определенное развитие такие изображения получили на серебряных окладах. Ну, два из которых нам известны XI века храмовых икон Софийского собора. Напомню, что богоматерь Корсонская живопись не сохранилась первоначально, в них сочетается Дейсус на верхнем поле в рост с изображением воинов и целителей на боковых и женами на нижнем, а также оклады еще двух икон начала XII века, которые закрывали поля парных икон Богородицы и Гавриила, составлявших сцену Благовещения из церкви Богородицы Перевлепты в Охриде. Здесь Дейсус на верхнем поле, архангелы на иконе архангела и пророки на иконе Богородицы. Конечно, можно предположить, что новгородская традиция была под таким очарованием своих собственных Софийских собор, софийских икон, что продолжала эту традицию в дальнейшем. Ну и действительно, если мы с вами посмотрим на все иконы, которые нам известны в Новгородске, с плесными святыми, начиная вот с этой ранней иконы Богоматери Знамени через Новодевичьего монастыря и Николу Духово. Это двусторонние иконы собрания Корина, как видите, сохраняется традиция ростовых изображений. И это еще три иконы второй половины XIII века, в том числе, может быть, мало кому известна, Богоматерный престоль. Она у нас очень много лет раскрывается в реставрационной мастерской. Но, скорее всего, она либо происходит из церкви той же самой Николы на липне, потому что тут такая же игра с Климентом, либо была сделана в время его владычества. Вот еще три памятника, которые тоже, как видим, варьируют ростовые фигуры на полях. Между тем, репрезентация ростовых фигур на боковых и поясных вверху и внизу, судя по дошедшим редким примерам, встречается в произведениях XIII века, связанных с культурой крестоносцев, что особенно наглядно демонстрирует этот дипсих с образом Кикатиса, которая была, видимо, написана в мастерской Акры в последней четверти XIII века. И, обращая ваше внимание, что полностью схема этих створок композиционно совпадает с иконой из Духового монастыря. Неслучайно эта традиция распространяется и в иконописи периферийных территорий, которые находились в сфере латинского влияния. Так Хадзидакис рассматривает в этом контексте икону Иллиусы начала XIII века из церкви епископа в Санторине, где мы тоже видим такая же композиция с поясными фигурами, но особенно характерна она для иконописи Кипра. Ну вот сходное решение имеет знаменитый вседержитель 1192 года из Лакутыра, где живопись сохранилась лишь на левой части, явно, что она продолжалась на правой в парных фигурах святителей, а внизу представлены три поясных образа мученика-воина. Еще две другие кипрские иконы написаны одновременно с иконой из Духового монастыря. Это Архангел Михаил с ангелами же на полях из одноименной церкви на Кипре и иконы с двумя святителями. Видите, что от нее остались малюсенькие фрагменты, но очевидно, что тут также были в той же самой композиции три фигуры, от которых сохранилась фигура нижнего диакона. Еще одна более поздняя икона Богоматери Фонарамэни дошла до нас с записи, но, как показали технические исследования, повторяет абсолютно ту же самую схему первоначально. Ну и среди редких примеров этого времени в других регионах назовем еще болгарскую двустороннюю икону конца XIII века из церкви Стефановны Себри с ростовыми изображениями пророков на обеих сторонах. Особенность построения таких икон с плесными ростовыми фигурами на боковых и поясными на верхнем и нижнем сложились, как известно, в итальянском искусстве. И эта традиция там была довольно устойчивой на протяжении всего XIII века. Примеров много, ограничусь одним. Не исключено, что именно такие образы оказали влияние на зависимые от латинского королевства территории, а уже оттуда попали в новгородскую иконопись. Причем, замечу сразу, что для русского искусства у других регионов такая традиция и схема вообще неизвестна. Если на других новгородских иконах святые на полях занимают строго размеренное положение, между фигурами сохраняются равные пространственные цезуры, здесь их ритм сбивается. Центральные боковые образы князей Бориса и Глеба, вот они здесь, как видите, приподняты по сравнению, то есть они не на центральной оси, они приподняты на уровень глаз святого. И вместе с верхней парой Семена Столпника, может быть, лучше будет видно на этой прорези, Семена Столпника и мученица Евдокия, образуют единую композицию вместе с медальонами средника. Расстояние и смысловые дистанции между главными и второстепенными персонажами сокращена здесь до предела. Медальоны с развернутыми святыми и полуфигурой ангелов выстроены строго по линии нимба святого Николая, то есть они просто все прикасаются с ним, и визуально образуют условную арку сень, словно размещающую чудотворца в нише аркосолия. Разнородный состав святых в медальонах, к тому же декорированных жемчужиной огнезью, явно определен волей заказчика и представляет небесных патронов его семьи. Святителя Афанасия Александрийского, Анисима мученика, который тут назван он Сим по-новгородски, это апостол Иуда, который тоже очень любопытно с перепутанным именем, и Дуа вместо Иуды, и, наконец, святая Екатерина, которая тоже имеет такое довольно милое именование Екатерина. Они напоминают традицию погребальных портретов имага Клепиатес и усиливают поминальный характер образа. Композиция оказывается сродни росписям аркосолиев, традиционно отводимых в память текститеров, что вполне закономерно, учитывая тесную связь святого Николая с идеями загробной жизни. Близкий характер имеет, например, нарочито вынесенная на северную стену, просто напоминаю вам место, где она находится, фреска с изображением святителя, которая расположена над неизвестным погребением, что выяснили археологические раскопки, в Старой Ладоге. И, судя по всему, икона замысливалась тоже как нечто подобное. Существенно нарушена в иконе иерархическая схема, иерархическая последовательность размещения святых на полях. Вверху это пара Семена Столпника и мученицы Евдокии, ниже князья Борис и Глеб, под которыми очень необычно объединены целитель Флор с еще одной неизвестной мученицей. Очевидно, что их выбор определен тем же заказом, причем следует обратить внимание на множественные женские образы, в том числе в верхней части, что вообще-то совершенно немыслимо для византийского искусства. При этом надо учитывать, что на нижнем поле было еще как минимум три изображения, и судя по всему, судя по уцелевшему фрагменту, вот здесь перед вами, это тоже были три изображения мученицы, то есть их было тут много, и хочу напомнить, что такая же схема была на иконе Богоматери Белозерска, где кроме пророков включены только три мученицы, то есть что-то такое вот типично новгородское. По сравнению с ранним прототипом изменены пропорции доски, она в нашем случае почти квадратная, учитывая, что боковые поля срезаны более чем наполовину. Фигура расширяется, занимая весь средник, при этом пропорции сжимаются, уплотняя все части целого, окончательно теряющего какую-либо подвижность. Утрачивается ощущение естественности фигуры, словно зажатой между непроницаемым и бесстрастным белым фоном и Евангелием. Архитектурная тектоника композиции напоминает жесткую замкнутую конструкцию, прикрепленную к абсолютно ровной и без каких-либо эффектов плоскости. В нашем случае это усугубляется еще абсолютно белым фоном изначально. Она выдвигает все изображение вперед и подчиняет все его части принципу аппликации. Столь же строгим построением отличается рисунок личного, невысокие рельефные формы которого выявляются с помощью стилизованных линий и симметричных окружностей, словно существующих внутри этой конструкции совершенно обособленно и самостоятельно. Учитывая бессонкирную технику исполнения личного, все конструктивные особенности форм выявлены не столько моделировкой, сколько на уровне подготовительного рисунка, который подчеркивается сверху толстой, почти беспрерывной линии, исполненного с особой тщательностью и завершенностью описи, которые сделаны сажей и в том числе завершает и усиливает линеарный принцип построения объема, подчеркивая его стилизованный характер, а также гипертрофированные черты, увеличенные менделевидные глаза, крутые дуги бровей, причем мастер добивается симметрии, зеркальности абреса вплоть до равных завитков волос. Ну вот тут я показываю слева снимок, сделанный в инфракрасной области спектра. Я обычно напомню, что он выявляет первоначальный авторский рисунок, а здесь, как мы видим, практически перед нами уже конечный результат самой живописи. То есть все решено на уровне рисунка и повторяющих его описей. При этом каждая линия дублируется и слегка усмиряется вот такими световыми бликами, которые повторяют и форму, и протяженность, акцентируя каждую часть лика и лишая его какой-либо живописности и постепенности в перепадах осветленных и затемненных частей. Определенный график и рельеф залит сплошным слоем жидкой светлой охры с растушевкой лисировочными слоями сажи и охры и вылеплен сильно разбеленными мазками, которые затерты столь гладко, что и малевидная поверхность утрачивает даже отдаленное представление о естественности материи. Воспринимается как высеченный из твердого вещества кристаллический рельеф, литой объем, сияющий, звенящий металлическим блеском. Это впечатление усиливается еще и гипнотически застывшим взглядом линзообразных глаз. Все это вызывает представление о мире предельно абстрагированном, эротически застылом. Икона представляет святителя Николая по меткому выражению Ангелина Сергеевна Смирновой как надмирного спасителя, лишенного всего земного, непререкаемого авторитета, сверхсвятого. Можно сказать, что изображение, имеющее такую силу властного привлечения, приобретает идеальную иконную завершенность, действительно служит лишь бесстрастным посредником при обращении к первообразу и рассчитан на безоговорочное поклонение. Такая вот своего рода идеальная икона. Следует отметить, что при кажущемся упрощении системы письма, она действительно тут присутствует, к локальности немногочисленных цветов, которые заливают яркие ровно окрашенные поверхности, мастер демонстрирует необычайно богатые живописные возможности, достигая неожиданных результатов в использовании многообразных пигментов, что свидетельствует об исполнении памятника в высокопрофессиональной среде. При этом сразу хочу заметить, что на иконе вообще отсутствует золото. И, как видим, золотой фон заменен белыми полями, а все золото – аури пигмента. Но, тем не менее, о богатстве колористических возможностей иконописца говорит декор крышки Евангелия. Перед вами, на первый взгляд, исполнены совсем просто. Между тем, накладки с сердечком зеленоватого цвета написаны смесью индиго с аури пигментом. Голубые – ультрамарином с белилами и еще там несколькими пигментами в замесе. А первоначальные угловые круглые камни – это индиго вразбел, что тоже довольно редко встречается. На фоне предшествующих новгородских памятников произведение выглядит внезапным и не имеющим продолжения. Но только в какой-то степени тема такой непреклонности образов, но не в столь, конечно, кристаллической форме, можно увидеть в изображении двусторонней иконы из собрания корен – это вторая четверть столетия. Есть еще один памятник, который отделяет Никола от середины века. Это вот такой довольно проблемный со всех точек зрения памятник нашей знаменитой богоматери Старорусской, который очень плохой сохранности, вместе с тем совершенно не вписывается ни в какой контекст, с ней еще предстоит ее изучать. Но лишь отдаленно, такие крупные черты, лензообразные глаза и некоторая эротичность взора, она может быть учитана. Становление типажа с подчеркнуто увеличенными и широко распахнутыми глазами, который обретет свою законченную форму лишь в иконе из Духова, можно начать с совсем иного по духу памятника, у нас уже речь о ней шла, богоматери Белозерской, с ее плотной и словно литой карнацией, массивными, выступающими за плоскость фона фигурами. Атрибуция ее как новгородская, а не ростовская, как принято думать, в большей степени соответствует та же самая определенность и даже императивность ее художественного строя, локальность и яркость напряженного колорита. В духовской иконе, между тем, все-таки надо признать, нет аналогии. Но в многообразном византийском искусстве первой половины XIII века ясно прослеживается формирующаяся и впоследствии долго не пресекающаяся линия развития определенного образа. Важной приметой этого направления стал активный поиск упрощенного по сравнению с предыдущей эпохой идеала, который был лишен прежней глубины духовного содержания, но отличался внешним благообразием, отточенной рельефной формой, иконной лепотой, по меткому наблюдению Галины Сергеевны Колпаковой. Как кажется, лишь учитывая контекст этих художественных исканий, так или иначе затронувших все земли бывшей митрополии, можно понять причины появления интересующего нас памятника, стиль которого в силу сложившихся исторических обстоятельств на Руси не оставил какого-либо продолжения в новгородском искусстве. Подчеркну, что предлагаемые ниши примеры, за редким исключением, отнюдь не рассматриваются нами как прямые параллели, несмотря на то, что на экране они будут сопоставляться. Речь, собственно, идет об общей для всего восточнохристианского мира тенденции развития узнаваемого образа. Она прозлеживается в очень разных постель и памятниках и в самых разных частях империи. Схематично эта линия выстраивается с рубежа XII-XIII века и у ее истоков стоит ряд сенайских памятников. Прежде всего, на мой взгляд, это житейная икона святителя Николая, которая еще сохраняет камненовские пропорции, пластическую проработку формы. В ней впервые намечается тенденция к усилению приемов, вниманию к структурности рельефа, идеальной выверенности, отделению фигуры от фона. Отмечена она и особым типом лика с увеличенными менделевидными глазами, впалыми сколами, подчеркнутыми носогубными впадинами, орнаментаризированными прядями волос и бороды, прописанной контрастными голубыми линиями, как и в нашем случае. Хочу сказать, что датировка этой иконы имеет разные точки зрения. И я немножко вернулась попозже к сравнению этой иконы с другим памятником, но знаю точку зрения Льва Исаковича Левшица, который датирует ее первой, третью, XII века. Я много думала над этим, сначала как-то восприняла его датировку более-менее, во всяком случае, как дающую повод проразмыслить над временем. Но чем больше думала, особенно когда стала сравнивать с другим памятником, покажу его чуть позже, все-таки эта идея показалась мне неверной, и я все равно продолжаю рассматривать его как начало XIII века. Буду очень благодарна, если вы меня поправите. Заметный отход от традиции XII века обнаруживает весны иконы Большого Дейсуса, в которых новое качество в осмыслении образа присутствует весьма отчетливо. Прежнее, вне временная созерцательность изображенного, длительное постижение психологического состояния сменяется здесь ощущением сиюминутного, словно остановленного явления, что в свою очередь заметно сокращает дистанцию между святым и предстоящим, делает образ доступнее и проще. Осознанное стремление к этому состоянию, как кажется, во многом определило характерные особенности формирующегося нового идеала. Меняется пропорциональный ритм, укрупняются головы, фиксируется взгляд, что невольно ведет к упрощению художественного решения. Открытой становится активная и плотная живописная фактура, обнажающая отдельные маски, особенно киноварные линии румянца. Еще один памятник, который хотелось бы... Ой, что-то случилось. Почему-то у меня... Сейчас, извините, пожалуйста. Почему-то у меня перескачивал слайд, сейчас я исправлюсь. Ольга Сегимизмундовна Попова и ряд других исследователей отмечали, что такой типаж складывается при ориентации на искусство XI-начала XII века. При этом образы схематизировались и наделялись предельной открытостью, сужался психологический диапазон внутреннего мира. В этом отношении наиболее близкой рассматриваемому памятнику, как кажется, является житейная икона целителя святого Пантелеймона, в стиль которой, в отличие от уникального художественного замысла Синайского деисус и других памятников, приобретают иконную завершенность, почти академическую каноничность. За ней также легко представить цитируемые прототипы, подобно иконе Великомученика Георгия из музея Верия, на что уже указывали исследователи. Монументальность образа сочетается здесь с идеальной красотой точеного рельефа, его чеканности форм, словно врезанных твердую гладь средника. Осязательность красочной фактуры и ярко сияющего лика святого воспринимается не просто как молитвенный образ, но как непреодолимая надежная духовная преграда. Сочетание этой характеристики с идеальностью самого изображения одна из программных черт, описываемой линией образного решения. Ну и вот здесь я хотела бы вернуться к Николе. Дело в том, что вот если все-таки сравнивать эти два памятника, которые чуть-чуть разнятся, правда, размерами, но вот сама система размещения клеем узких и вытянутых по верхнему и нижнему полю, боковых, они настолько совпадают, совершенно одинаковые надписи на обеих иконах. Просто трудно представить себе, что между ними лежит 100 лет. Это я возвращаюсь к датировке Льва Исааковича. Все, что я пересмотрела, вроде не дает нам повода думать о переписывании слоя или золотого фонной иконы. Вроде бы в ней все то, что мы видим, и есть автор. Поэтому еще раз возвращаясь к датировке, вот все-таки предлагаю пока для себя, во всяком случае, оставил ее в начале 13 века. Извините, я все-таки проскочила действительно икона. Вот такое подчеркнутое нейтральное выражение широко раскрытых глаз, которые мы обнаруживаем во всех примерах, заметно и в такой памятнике, который написан в близкое время к ним, известная икона архидеакона Стефана, которая отличается здесь пропорциями фигуры и заметным диссонансом между объемными, но не тяжелыми одеждами и небольшим, сияющим юной красотой и безмятежностью ликов, который сохраняет вот те же самые идеально выверенные черты, что и предыдущие памятники. Округлое очертание и симметричность его построения вновь сочетается с плотностью живописи, которая напоминает восковую технику. Другой особенностью этих памятников, неизбежно вытекающей из поставленных задач, являлся, как кажется, принцип волевой организации композиций, который позволял подчинить всю изобразительную плоскость основной задачи, сосредоточить внимание на главной. Как и мастер Никола Издухова, ее столь же последовательно проводит автор житейного Георгия, пластика форм которого строится на контрастном сопосновлении с твердой непроницаемой золотой плоскостью. Особая роль здесь также отводится фиксированной подчас резкой линии рисунка, активным и даже агрессивным красочным сочетанием. В этом памятнике особенно ощутимы триумфа века, действия силы непреклонности, ставшие важным содержанием искусства XIII века. Сложившийся происхождение узнаваемый типаж с крупными открытыми глазами и фиксированным, словно остановленным перед собой взглядом, создавался ради непосредственного и более конкретного, чем ранее, контакта святого с предстоящим. Причем в таких образах все чаще звучали ноты наставительного, даже императивно-требовательного обращения. Вот эту же тему властного притяжения, что и в Николе, открытости образа, исполненного плотными красками, но при этом звучащие индивидуально, демонстрируют и фрески апсиды церкви Николая в Прилепе, которые, напомню, Джорич датировал около 1200 года, но в последнее время их справедливо относят ко второй половине XIII века, так Мелькович Пепик к 1285, а Петру Локостовский к 1271, что кажется последнее совсем убедительным. Стремление к наглядности и предметной достоверности демонстрирует еще одна синайская икона, исполненная кипрским или ливанским мастером, лохернистрирует от начала до последней четверти XIII века. Столь неоднозначное отношение к памятнику, опять же, было вызвано копийным характером. Здесь явно воспроизводился облик древней святыни. При всем величавом спокойствии и уравновешенности образа в нем проявляются черты развитого стиля второй половины столетия. Достоверен вылепленный рельеф с осязательной фактурой живописи. Торжественная замкнутость контура и предметно-весомый лик отвечают поискам выразительности приемов для передачи убедительно сильного образа, лишенного тонкой детализации. Строгая симметрия поднятых рук оранды выражает определенные жесты демонстративного заступничества. Характерное использование цветных контурных линий, в том числе красных век, четко отделяющих принципы границы формы, а также живопись драпировок, чьи тени наложены на поверхность в виде глубоких борозд, не выявляющих эффект перепада материи, а как будто прорезающих их. Близкий орнамент, надо сказать, в этой иконе лежит, и Никола из духа, совсем повторяющийся, лежит на каймах одежд с декором из растительных побегов и жемчуга. Приведу еще, пожалуй, два примера. Это еще две синайские иконы из Дейсуса, из пяти фигур, которые недавно были введены в научный оборот, датированы 10-20 годами. И икона святого Ермолая, которая поближе датирована по времени к нашему образу, но где повторяются вот те же самые черты, связанные с таким остановленным взглядом, подчеркнуто крупных глаз. Упрощение этих элементов стиля в искусстве византийской провинции подчас приводило к близким результатам, что и искусство духовского Никола, не тем же, но близким. Тут можно вспомнить не только произведения мастерских крестоносцев, которые сочетали рассмотренный типаж ликов с плоскостностью композиции в целом, декоративной аппликативностью ярких цветных пятен, ну и художественную продукцию основных островных мастерских Греции. Ну и, конечно, прямо целая группа икон Кипра. Они очень разные по качеству и по времени, но, тем не менее, в них сохраняется тот же самый типаж и, как кажется, такой поиск идеальности внешней лепоты образа, который выражал более простой и более доступный контакт с предстоящим. Все они отличаются очень разным уровнем, но, как правило, сохраняют непоколебимость позы, определенность и декоративность жестов, фиксированность взоров и в целом такую иконную завершенность образов, которая предполагала прямой контакт с предстоящим и назидательность обращения. Многие из них, в чем это все доходит до конца XIII века и сохраняется в искусстве прямо буквально около 1300 года, Многие из них, как и синайские иконы, копировали местные древние образы. Подобно, например, аналогии, предложенной в Элкар для кипрской иконы святого Маманта, она считала, что он восходит к этому образу Осину. Сочетание императивности и идеальности образа сохранилось в самых разных вариантах стиля на протяжении всего столетия и нередко заходило даже за границы 300 года. Но поскольку многие из образцов здесь принадлежали мастерским крестоносцев, то, наверное, было бы правильно вспомнить о том, что и в Италии этого времени сохраняются или прослеживаются приблизительно те же самые формирования такого же схожего образа, как и рассматриваемый здесь. Икона, которую выбрала просто поближе по времени к иконе из Духового монастыря. Совсем иначе на нашей иконе написаны святые медальонах, синие и красные фоны которых получили, как известно, широкое распространение в искусстве XIII века, прежде всего, во фресковой живописи. Ну, просто напомню, хорошо вам известные примеры. Никогда не понимала, почему выбирался именно красный и синий цвет, но, тем не менее, это вот такая почти постулат для этого времени. Развернутые в сторону Николы, они исполнены, как видите, намного свободнее, наделены вполне достоверными позами и жестами, также обращенными к центру. Мастер применяет при работе скорописные приемы, что особенно заметно по контурам, которые не стягивают живописное пятно одежд, а словно накладывается на них. Вот здесь это хорошо видно, то есть не обрамляет живописную краску, вот так вот очень свободно выделяет на красочном пятне нужный рисунок. Почти однослойное личное письмо исполнено погладкой розовой подкладки с редкими, но резкими, почти корпусными мазками чистых белил, что делает эти лики живыми и выразительными. Несмотря на уменьшенные размеры, сохраняются крупные черты, особенно акцентированные широко раскрытые глаза. Розовая охрения и цветные плотные фоны с яркой декоративной живописью, удерживаемой широкими контурами, позволили исследователям, видеть в них аллюзии на оклады с перегородчатыми эмалями. Однако скорее тут можно думать о перенесении в икону каких-то впечатлений от фресковой композиции. Отметим мы типичную для новгородских икон 13 века разницу в системе письма ликов средника и полей. Причем в данном случае можно говорить о четырех различных манерах, которые, если учитывать, еще и фрагментарно сохранившиеся лики на полях. Мы не показываем, потому что там просто мельчайшие кусочки. Совершенно просто трудно представить себе, если так показать все эти лики и не сказать откуда, то, что речь идет об одном памятнике. Ангельским образом на верхнем поле с более разработанным личным письмом и активной подрумянкой можно найти не точные, но близкие, как кажется, аналогии в провинциальном греческом искусстве. Например, кажется, она покрупнее, совершенно замечательная свободная живопись, абсолютно вне канонов. И какого-либо первоначального рисунка, то есть такая просто как будто по-мокрому пишет художник. Вот сравнение ангельских этих ликов, как кажется, может дать, извините, у меня только черно-белая, к сожалению, фотография, фрески церкви святого Георгия около Куварос, в Атике по датировке Мурики, они вот действительно просто того же десятилетия, что нам представляется и Никола из Духового монастыря. Столь же выразительна в них роль описи личного, особенно узнаваемого рисунка глаз и подчеркнутая декоративность живописи. Еще один фрагмент, в данном случае фрески, хочу предложить тоже в качестве аналогии. Это фрагмент, который был снят со стены трапезны Синайского монастыря, и который тоже датирован буквально тем же годом, что и Никола из Духового монастыря. Тоже у меня, к сожалению, нет цветного изображения. Итак, анализ иконы из Духового монастыря, созданной не ранее середины XIII века, позволяет предполагать, что ее художественный стиль, опосредованно через какие-то промежуточные образцы, оказался вполне органичным одной из линий развития византийского искусства, уцелевшей прежде всего в отдаленных местах империи. Она продолжала культивировать прежние идеалы сурового искусства, но пользовалась при этом новыми живописными приемами. Икона остается в древнерусской культуре одинокой, но вполне может свидетельствовать о том, как могло развиваться это направление, не будь оно приостановленным монгольским нашествием, но и всеми другими катаклизмами эпохи. Ну вот, собственно, Никола остается одиноким действительно в русском искусстве, и такая попытка показать более широкий материал византийский, не знаю, насколько он удачен или нет, но это попытка найти хоть какой-то точке опоры для размышлений над этим памятником. Спасибо за внимание. Спасибо, Ира, за очень содержательный, Ирина Александровна, за очень содержательный доклад. Давайте включаем микрофоны и посильно обсудим, у кого какие вопросы. Сейчас я на секунду отойду, а вы пока можете начинать вопросы. Ирина Александровна, большое спасибо за доклад. Как всегда, с интересом вас послушала. Получила массу материала для размышлений. Вы не подскажете? Вот я так поняла, только флор изображен, лавра не наблюдается там. Да, здесь более того, такая вопиющая ситуация. Флора, да она в пару, неизвестная мученица. То есть здесь виден ее красный мафорий, но совершенно непонятно, непонятно кто. Ну, видно, что это женский мафорий. А внизу не мог располагаться, да? Ну, здесь у нас, ну, обычно, сколько у нас есть новгородских икон, там везде жена. Ну, вспомним, Слава Девичьего монастыря, Белозерскую, если признать мою атрибуцию, новгородскую, ну, какая бы она ни была, все равно там три жены. И что у нас там еще есть? Да, Испас на престоле. И, да, и у нас еще есть Никола из Липни. И тут, собственно, вот по очертаниям, которые я вам показывала, фрагментик, вот тут видно, что она крест перед собой держит на фоне темных одежностей. То есть это явно мученица. То есть тут очень много мученических женских образов, что вообще очень характерно для новгородской культуры оказалось. То есть там какой-то женский вопрос был правильно решен. Понятно. Спасибо. У меня с вопросами пока все. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Я вернулась, да. Кто ничего не спросил без меня, извините. Я спросила по поводу флора и лавры. Если только флора присутствует, да, лавра не наблюдается. Ну, ничего, извините. Что флора... Только флор без лавры. А, только флор без лавры. Ага, а там Юля Владимировна появилась как раз. Ну, отлично. Но при этом флора, да, она в пару с девушками. Ага. Так, еще кто что хочет? Да? Юля Михайловна тут, Юля Владимировна. Ну, давайте мы как-то, да, оживляемся. Жизнь трудная, но интересная. Все молчат. И даже микрофоны, главное, не включают. У меня размышления даже не вопроса, сколько размышления. И Надя Терещенко, и Алексей тут, да. Да, вот по поводу ростовых образов на полях, мне кажется, можно расширить ряд византийских памятников с ростовыми образами на полях, но действительно они вписываются вот в тот контекст, о котором говорила Ирина Александровна, что это памятники, связанные с мастерскими. Это вот, знаете, такой ростовой образ святителя Николая странный, датировка которого колеблется от второй половины XIII до XV веков. Он в окружении, в верхней части поля, на верхнем поле изображен Дейисус в расширенном варианте, а вокруг на боковых полях святые. И по три святых, по трое святых с каждой стороны. Просто интересно, что святитель Николай в центре, в среднике, его вот как фанкируют образы святых ростовые тоже. Ну, по типологии немножко отличается, конечно, от рассматриваемого сегодня памятника. Но любопытно, что расположены тоже ростовые эти ряды, ряды буквально, как в миниенных иконах святых вокруг центрального образа святителя Николая. И еще одна иконка, ну, всем хорошо известна, стеотитовая тоже, с образом святителя Николая. Она средневизантийского периода, там, XI что ли века. И она вставлена в более позднее обрамление, на котором изображены святые апостолы Пётр и Павел. Тоже в рост. Да, но обрамление более позднее, оно уже XIII-XIV века. Ну, тоже любопытно, что вот типология в центре, как в среднике, в данном случае, в стеотитовой иконке вторичном использовании святитель Николай, а по сторонам от него ростовые образы святых. Вот у меня две такие ассоциации возникли. Может быть, вам пригодятся. А, Мария, спасибо. По стеотитовую икону, я, конечно, хорошо знаю, но я ее исключила, потому что там поля даже XV века, по последней датировке. По последней XV, да? Ну, там поздняя какая-то же. Я ее исключила. А вот первую я не очень поняла, что это за вещь. Я, наверное, ее либо не знаю, либо не вспоминаю. А откуда? Да. Она была, по-моему, сатирио тоже опубликована, но еще и в статье Мурики про иконы с надписями, если я не ошибаюсь. Я пришлю. А, спасибо. Датировка ее очень тоже варьируется от XIII до XIX века. Она такая странная немного по живописи. Я все время, когда смотрю на нее, задаюсь вопросом, какого же времени она может быть. Но пока, по определенному мнению, не пришла еще датировки этого памятника. Мне кажется, что к предложенной в отношении образа свидетеля Николая Синая, предложенной Львову Исаковичу датировки ранней, как-то действительно с это относиться с осторожностью. Все-таки традиционно считается, что этот ряд набора этих икон, житийных, синайских, был создан примерно в одно время, в ранний XIII век для капелл, посвященных этим святым, изображенным на этих иконах. Мне кажется, это вполне убедительно. Ваше осторожно. Ну, я... Молодец. Я говорю, мне кажется, убедительным. Да, и вот по поводу пролога 1262 года, аналогия с которой мне показалась очень осторожной и убедительной. Может быть, тоже... Я уже озвучивала это наблюдение, может быть, оно будет интересным. Вот этот тип заставки с двумя поклоняющимися образу Христа ангелами. Ну, в прологе 1262 года это спас нерукотворный. А вот есть еще такой памятник пирожинским мессал, служебник третьей четверти XIII века, исполненный, по-видимому, в Акре. Там тоже есть похожая заставка. Тоже два ангела поклоняются расположенному по центру образу Христа в медальоне. Это у нас Христос в средовеку. Ну, может быть, как типология. Какие-то параллели, тем более памятники почти одновременные. Такая тема, которая хочу от Запада и Востока. Маша, все или еще что-то? Наверное, все, да. Спасибо большое. Такие ассоциативные размышления. Нет, все хорошо, потом, если что-то придет в голову, еще скажете. Юль, что-нибудь хотите сказать? Ну, во-первых, я, конечно, благодарю за столь насыщенный всякими темами, смыслами и сюжетами доклад с таким большим сравнительным рядом. И хочу сказать, что действительно этот образ, он привлекает внимание и задает множество вопросов. Ну, я для себя, может быть, недостаточно представляю все-таки его вписанность в контекст. И то, что вы сегодня показывали, какие-то аналогии мне показались действительно очень близки. Но при этом, мне кажется, что когда вы его характеризовали, вы говорили о плоскостной... Я, к сожалению, не сначала, может быть, я что-то важное пропустила. Хочу вот тоже обратить на это внимание. Ну, вот вы, характеризуя, говорили о плоскостности, об аппликативности, там какое-то такое вот слово промелькнуло. Мне кажется, что вот здесь на самом деле большой вопрос, каким образом был оформлен нимб. Потому что сейчас это абсолютно непонятно. Ну, скорее всего, все-таки он не мог быть таким же белым, как и белый фон. Наверное, ну, хотя бы была какая-то конторенность, может быть, чем-то цветным. Не знаю, но это бы тоже каким-то образом влияло на восприятие пространства и на восприятие вписанности этого образа глубокой или неглубокой. Ну, то есть понятно, что оно здесь неглубокое, но вот в некое пространство. Потому что он здесь отстоит от полей. У него такой вот выразительный силуэт, который находится вот в неком все-таки каком-то пространстве. И его рельефность, вот лика, да, вот она напоминает какой-то невысокий скульптурный рельеф и цвета, которые подчеркивают рельеф бровей над глазами, вот такое свечение. Вообще вот эта вот роль свечения в выявлении этого рельефа, мне кажется, вот в тех сравнениях, которые вы показывали, она как-то не вполне такая. Вот, в общем, вот мне кажется, что, наверное, могут быть еще какие-то произведения, которые в большей степени это объяснят. Вот. Ну, вот на самом деле очень много соображений по этому поводу, но я вот все-таки и не специалист, и я не слышала начала, я прошу прощения. Ну, вот мне кажется, что вот тема пространства и проблема света в этом образе, может быть, вы об этом говорили более подробно вначале, потому что я не слышала. Ну, вот она довольно любопытная, и вот как раз эти цветные фоны в медальонах, они создают тоже вот разный элемент пространственности для каждой фигуры. Вот это тоже вот любопытно, как цвет. Вот красный дает одно как бы восприятие, а синий значительно более глубокое такое пространство создает, несмотря на надписи, которые как будто приближают это все переднему плану. Вот какой-то удивительный совершенно, мне кажется, образ. Ну, в общем, он восхитительный. Я очень признательна, что вы этим занимаетесь. Спасибо. Да, извините за мои вот такие многословные. Вилья Михайловна, вы что-нибудь нам скажете? Ольга Евгеньевна, а можно я сразу отвечу? Ну, конечно, как вам удобно. Я говорила, наверное, надо было это выделить более активно с самого начала, о состоянии сохранности. Значит, у нас что тут имеется? Как это можно реконструировать на начальный фон, на оригинальный образ? Это абсолютно белый фон, то есть сама по себе живопись первоначально была гораздо более насыщенной и выдвигала фигуру еще больше на передний план. То есть никаких признаков других фонов нету, да? Нет, это было уже записано в 28-м году, но сейчас у нас икона прошла технико-психологические исследования, поэтому мы уже тут вооружены всеми методами, какими только можно. Значит, абсолютно белый фон, и это, я вам напоминаю, что это такая очень характерная для Новгорода традиция. Ну, например, вспомним оборот спасения рукотворного с поклоняющимися ангелами, там такой же абсолютно белый фон. И если говорить о Белозерске, как о Новгороде, то это тоже белофонная икона, и икона образует такую уже особую линию. Белый фон, икона образует традицию. Да, да. При всем при этом ним был аурипигментом написан. Аурипигмент такой, это такой пигмент, извиняюсь за повторение, который заменял зонт, потому что довольно недисперсным, таким крупнотертым. И когда мы смотрим на него в микроскоп, там перед нами такие прям булыжники, которые очень многогранные, и за счет этой многогранности они давали свечение практически золотое. Поэтому этим очень любили пользоваться псковичи, они там на протяжении всех столетий этот аурипигмент обожали. А в Новгороде мы это тоже видим на протяжении всей, во всяком случае, первой половины 13 века точно. То есть на белом фоне такой псевдозолотой нимб, да? Вот посмотрите на Евангелие, это приблизительно тот же самый оттенок, только у нас все понятно, и мы, к сожалению, видим картинку, а не оригинал, тут же еще важно, как свет падает. Ну, ясно, да-да, спасибо. При этом икона никогда не имела оклада, и не была сделана под оклад. Мы так, в общем, привыкли, что белый фон – это вроде как подокладные вещи, но вот если верить описи Духового монастыря и всем археологическим остаткам на иконе, то на ней был только серебряный венец, то есть мы это видим по дырочкам от гвоздей. И, видимо, такая довольно тяжелая цата, потому что гривна, скорее, потому что вот эти места утрат, основательные около шеи, они как раз обычно всегда от больших таких тяжелых приспособлений, гвоздей, на которые подвешивалась эта гривна, она была довольно тяжелой, ну и, соответственно, утраты живописи были очень активны. И все. И так икона описывается вот в двух описях XVIII века. Ну и об этом же говорят отсутствие каких-либо следов от басмы, то есть на ней басмы никогда не было. Вот все медальоны красные и синие были тоже гораздо более интенсивными, личное сохранилось довольно хорошо, киноварь сохранилась хорошо, но вот еще хочу обратить внимание на очень сложное, при всем при этом решение омофора. Вот я, пожалуй, таких омофоров больше вообще нигде не видела, и мало того, что он не белый, сделан как будто бы в разделку с зеленым и голубым, именно зеленые и голубые пигменты, а по черным крестам еще и аурипигментные вот такие вот повторные высвеченные кресты, то есть такая довольно сложная, прикажущаяся простоте икона. Вообще вот в ней все, когда смотришь и микроскопы, и в инфракрасные лучи, в ней все сделано на самом деле на очень высоком профессиональном уровне, при кажущейся простоте и даже какой-то примитивности. Прините за долгие ответы. Ну а что, да. Техника могла быть с точки зрения именно техники письмо немножко упрощенное, а так, конечно, замечательное. Ирина Александровна, а там на этой иконе записи много было, а никакого времени были? Ну, я вам показывала фотографию, вот эту черную, там было, думаю, что до шести, наверное, зачастую. Да, и вот эта черная, очень плотная, она как раз была описана архивом Андритом Макарием в середине XIX века, то есть она уже была к этому времени. А так, там, видимо, была на нижнем поле какая-то надпись в предыдущем слое, которая не сохранилась. Ну и очень, ну я могу, конечно, вернуться к этой черной фотографии, но она действительно просто как характерно было для XIX века, полностью все скрывала. Хорошо, спасибо, да. Все пока, да. Лиля Михайловна. Нет, спасибо, очень интересно. Я только хотела спросить, вот белый фон, это белило или открытый грунт такой сверкающий? Это белило, которое лежит прямо по доске. Я еще забыла сказать, что от Павлоки нет. А, не Павлоки, не Левкаса? Нет, ну Левкас-то есть, конечно. Ну, да. Очень тонкий, очень тонкий белило. Белило на тонком Левкасе? Да. А белило слой какой, тонкий, толстый? Нет, он довольно плотный, но он очень, со временем просто был потерт. А так и там свинцово и белило, как обычно. Так, спасибо. Так, кто еще, Алексей, хотите что-нибудь, да? Я правильно понял, что вы не сомневаетесь в том, что икона была написана в Новгороде, да? Ну, я не сомневалась, хотя бы потому, что она и была обнаружена в Новгороде в 1925 году из Духового монастыря. Ну, и, собственно, такая как визитная карточка Новгорода во всех там историях искусства с самого начала была. Ну, и еще вот эти обнаруженные опись Дикопольской водчины подтверждают, что она еще была не просто новгородской, а я напомню, что Ангелина Сергеевна в книжке она рассматривалась отчасти как, ну, такое низовое течение, скорее, что она не воспринималась как такой высокопрофессиональный, как элитарного, как знак элитарного искусства, явно не воспринималась. Ну, вот судя по тому, что она принадлежала какому-то, видимо, очень серьезному, может быть, даже самому Софийскому собору, поскольку это было архиерейское имущество, а им распоряжаться мог только Софийский дом, поэтому его и услали в эту Дикопольскую водчину, а потом вернули оттуда. Спасибо. А что касается этих икон Николая, по поводу датировки которой вы не согласны с Лившицем, и иконы святого Пателлиимана, какие-то представления о месте их изготовления есть? Соображения, где они были написаны? Ну, они очень много где опубликованы, и, в общем, никто не сомневается, что это Синайская мастерская. Именно на самом Синайской, не просто они там находились, что именно были с которыми косметики со мной опять же нет. Это довольно крупные вещи, явно предназначенные, но если они даже не рядом находились, то явно были заказаны в одной мастерской и в одно время, потому что трудно представить себе, чтобы такая обработка клеема, и надписи там абсолютно повторяются. Да, я понимаю, я согласен, но просто меня интересует вопрос о месте производства. Да-да, нет, вопрос, Алексей, на самом деле очень здравый, потому что, на самом деле, представления о мастерских внутри Синайского монастыря, они довольно непростые, неоднозначные, и все-таки разные точки зрения есть. могли делаться иконы и целыми группами, комплектами какими-то по заказу монастыря, да, и привозиться откуда-то, может быть, тут недалеко, там где-то в Палестине, что-то из Константинополя, а что-то, скорее всего, действительно делалось в монастыре. Но насколько масштабно, сколько, когда и как, на самом деле данных, конечно, очень немного, поэтому, ну, как бы какое-то такое приписывание монастырю, создание всех бесконечных, там же все-таки гигантская-то коллекция, и очень много икон, ну, какого-то такого компактного, короткого времени, да, и когда там вот десятки или сотни икон, да, двенадцатого или там рубежа тринадцатого веков все делались в монастыре, это, конечно, тоже очень проблематично, да, я тоже не располагаю никакими такими безусловными данными и не рискую ничего категоричного по этому поводу произносить, но в литературе, ну, очень много таких сложных оценок, а с другой стороны, действительно, есть какие-то представления о местной традиции, даже копирование каких-то определенных ликов и типов, причем какая-то такая прямая взаимосвязь между иконами, миниатюрами рукописей, хранившихся там же в монастыре, да, и чем-то еще, что, вот, кстати, Мэрия Аспрова-Рдаваки с этим занималась, и там она всякие образы Христа как раз сравнивала в рукописях и на иконах, и, ну, в общем, довольно убедительно, по крайней мере, гипотетически предполагала, что вот была какая-то такая ровно в монастыре некая местная такая традиция копирования своих же памятников из собрания, но насколько это распространялось вот на всю эту грандиозную коллекцию, могла ли она быть там внутри создана, это, конечно, вопрос, ну, архи непростой, да, извините, я вклинилась, но вот это такая важная вещь. Так, Лиля Михайловна, вы нам все поведали? Алексей, вы нам все поведали? Кто-нибудь еще хочет? Надя Терещенко, ничего не хочет спросить? Все-таки помалкивает. А вот я бы хотела спросить. Нет? А вот еще что? Вот можно я бы хотела спросить? Просто напомните мне, Верина Александровна, я, честно говоря, не помню, а вот эти особенности написания имен святых, они с новгородским диалектом как-то связаны? Да, во всяком случае, те полиографы, которые смотрели, они отмечают, что очень фольклорные надписи, что приближающиеся даже к разговорному языку, например, там, мы же не знаем ни одной иконы, где бы Екатерина называлась бы Катериной, то есть ясно, такой чисто разговорный язык вклинивается. Вот, а так надписей-то не очень много, но по написанию они тоже тяготеют к середине 13 века. Вот сейчас Татьяна Силовна Рождественская нам для каталога делает биографию этих надписей и вполне все укладывается в рукописную традицию. И такой разговорный вариант, да, языка? Здесь, например, не Анисим, а Онсим, то есть тут много таких моментов. Ну, с Иудой, конечно, самая потрясающая ситуация. Почему его вдруг из Иуда сделали, я уже даже забыла, как не Иуда, а Дуя. Да, Дуя, то есть переставлены первые диаболы. Да, переставлены буквы. Интересно, а в новгородских памятниках часто бывают такие странные написания имен? Да, да. Лавер какой-нибудь. Эта икона отличается просто очень даже от всего того, что мы знаем. Спасибо. Она какая-то действительно оказывается вот такая особенная во всех отношениях. Так, а вот наша гостья, Ольга Клюканова. Вы нам ничего не хотите сказать? Личико мы вашего не видим, но будем рады вас услышать, если вы что-то хотите спросить, сказать. Ольга Клюканова. Радостно. Спасибо. Спасибо. Комментарии у нас, может, еще и не кончились. Рано благодарите. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет сказать? Если нет, я пока скажу, а потом, может, кто-то еще зазреет. Настя, спасибо большое. Действительно, очень обширный содержательный доклад и вот эти все технологические исследования, снимок в красных лучах и прочее, да, и архивные документы. Все это очень серьезно, солидно, полезно. Много нового, да. Да, и вот там про этот белый фон, и нимф нам тут очень много всего прояснили. У меня несколько, собственно, таких небольших, да, замечаний. Ну, вот про эту самую датировку Синайского Николы ранним 12 веком. Ну, тут Маша деликатно о чем выразилась. Я не уверена, что я могу так же деликатно. У меня с этим все гораздо труднее. Ну, вот по моим представлениям и по, да, ну, литературе единодушной датировки, там, ну, можно к самым концам 12 века, 1200 годам, ранним 13, да, тут как бы эти колебания. Могут быть в какой-то ничтожной амплитуде, максимум в пределах одной четверти века. К раннему 12 веку, мне кажется, это, ну, категорически не может никакого отношения иметь, ни с какой точки зрения. Я не знаю, как это и в связи с чем вообще возникают такого рода датировки. И интересно спросить, видел ли при этом человек саму икону в натуре, например. Да, так действительно это абсолютно общепринято, что это некая группа этих житейных икон, которых там еще гораздо больше, да, поскольку там еще и Моисей есть и так далее. И они между собой, да, немножко, может быть, отвечаются по дате, но, в принципе, действительно такая компактная группа. Ну, максимум первой половины, если там чуть шире, но в основном они, конечно, пораньше, как вы, совершенно справедливо, там, около 300 или раннего 13 века. Я не слышала вот о такой датировке раннего 12 века, для меня это полная новость, и, мне кажется, это не имеет отношения к реальной атрибуции этого памятника. Да, и закрываем эту тему. Теперь вот этот самый прилип Ангела вы показали с этой датировкой 1271 или там, ну, есть, вы совершенно справедливо упомянули. И Аня Захарова говорила, что она со своей аспиранткой забыла, как ее зовут, тоже они какую-то там заграничную статью в Сербии или где-то еще, или у греков собирались опубликовать. Вот тоже там с последней третьей или даже последней четвертью 13 века. Ну, то есть, целая группа авторов этим занимается, и, соответственно, вы, Ира, явно, так сказать, в фарватере, да, этой современной датировки. Я честно могу сказать, что я живьем этот памятник не видела, поэтому не рискую высказывать. Может, она и правильно, что такая поздняя, но я, человек консервативный, как раз привыкла к старой датировке Джулича. Поэтому вот это все, конечно, интересно. Может, и правильно, да, но не знаю. Теперь, вот вы сказали, что эти медальоны со святыми, ну, вот они круглые, да, медальоны, как и мага Клепиата, и что у них такой поминальный характер. Я, это так, ну, принято в литературе, и со старой литературы так, как бы идет такая традиция. Я бы тут вот на самом деле задумалась, имеет ли это однозначно поминальный характер, да, вот эти круглые медальоны, тем более в жемчужинках такие красивые. Только ли, так сказать, поминально или это еще что-то. Опять, я тут не берусь опровергать, но я бы подумала об этом контексте еще в каких-то других измерениях, да, и, может, это дало бы… Потому что этих медальонов действительно очень много и в разной технике привешивали, как монетки, как медальки, как печати, да, вот это же вот этот вот круглый медальон с фрагистикой и так далее. А в сфрагистике тоже поминальный характер, ну, вряд ли же, да. Это все-таки вот, ну, многослойная очень вещь, семантика вот такого вот круглого медальона. Она многофункциональна и многослойна, да, я вот… Вот, теперь, наконец, вот вы нам показали огромное количество этих самых синайских икон, и спасибо, так все содержательно, продуманно, много полезных памятников, много полезных наблюдений, несомненно, да, и какие-то конкретные вещи там действительно, и как аналогии могут восприниматься, и орнамент там родственный, и то да сё, и композиция, и иконография там, и благословляющее перстосложение, ты-ты-ты-ты-ты, да, я не буду повторять. И эти самые полиосные святые, и так, и сяк, и медальоны, и врост, и прочее. Но вот мне кажется, это немножко такой зыбкий путь поиска образного сходства, да, это такой вот немножко путь Ольги Сигизмуна на Поповой, и он, ну, как бы он немножко размывает конкретные какие-то параметры этого замечательного и совершенно особенного новгородского, да, образа, и при всей, да, как вы всё справедливо и замечательно объяснили, да, некоторой технической упрощенности, это всё равно совершенно замечательный и, по-своему, и элитарный образ, да, одно другое никак не исключает простота техники и такая вот цельность, ясность, значимость этого образа и так далее. Вот мне кажется, да, я ничего не берусь сюда опять, да, ваш такой широкий разброс, он очень полезен и интересен там и так далее, но я бы постепенно оставила что-то по возможности самое близкое. И мне кажется, что вот то, что вы показывали немного из монументальной живописи Греции, да, и, может быть, ещё порыться, да, и в Центральной Греции, мне кажется, там вы найдёте чего-то поближе, чем вот эти иконы крестоносцев, которых там на Синае и в Палестине полно, да, или на Кипре тоже понятно, что там некие эти итальянизирующие влияния и крестоносцы и то да сё, а этот, мне кажется, в гораздо меньшей мере восходит вот каким-то таким западным влиянием, итальянским истоком, чему-то там ещё такому вот крестоносному. А кореница в хорошей греческой традиции и просто, мне кажется, там вот, может быть, поподробнее как-то порыться в первой половине середины 13 века, чтобы там найти, ну, какие-то вот более близкие. Извините, у меня телефон, я никак его вырубить, да, не могу, вырубила. Вот, вот примерно то, что я хотела сказать, а так спасибо, очень интересно, всё замечательно и полезно. Мы вам очень благодарны. Если кто ещё чего хочет, то тоже, да, милости просим. Никаких других предложений по поводу местопроизводства этих икон Николы и Пантелеймона, кроме как Синай, не выдвигалось. Я правильно понял? Нет. Алексей, не выдвигалось, но нет данных, да, у нас нет данных источников. У нас они точно Синайские и точно сделаны для монастыря. Но они там хранятся со спокон веков, и это очень консервативная коллекция, которая никогда не разорялась, не вывозилась. Там вот то, что Порфирий Успенский в середине 19 века вывез там несколько десятков икон, это для них трагедия. И вот они до сих пор, значит, 150 с лишним лет посыпают себе голову пеплом, и это чуть ли не единственный в истории случай. А так даже при арабах там был, знаете, когда, ну, согласно легенде, эта коллекция абсолютно была недвижима, поэтому там действительно уйма древних. Это же, ну, чуть ли не почти единственное место, где сохранились доиконоборческие инкаустические восковые иконы. Иконы там 9-10 веков, дальше там 11-12 и так далее, и в большом количестве. И все ли их писали там в мастерской, мы этого, конечно, не знаем. И была ли там такая всегда постоянно действующая мастерская, мы тоже не знаем. Они могли заказывать, и часть икон могли быть привозные. И, соответственно, вот эта группа житейных икон, может, она там была написана, но опять гарантии нету. Вот примерно так в литературе. И, собственно, ну... Именно это я хотел узнать, спасибо, да. Такая ситуация. Ну, а в следующем, они максимально приближены. Господи, вот несчастье. Мне все равно все время кто-то звонит. То есть они могли быть привезены на цена, могли быть... Да, могли быть там где-то там. Оба варианта вполне додопустимы. Оба, да. Ау, кто-нибудь еще хочет? Если нет, тогда Ир, вам скажу. Хотим, хотим еще, можно спросить. Ирина Александровна, рентген делали? Рентген делали. Ну, он такой менее информативный, чем инфракрасные лучи. А устройство доски там, там же липа, да, насколько я понимаю? И торцевые шпонки были? Были торцевые шпонки, которые не сохранились. И есть следы от более поздних... Ну, икон-то сама не очень большая, поэтому... Больше 50 сантиметров, поэтому тут не нужны были такие врезные шпонки. Не нужна была такая сложная система крепления. Вот, ну, в принципе... Жалко, да, что-то не спразил торец показать. Но, в принципе, он сохраняется, свой первоначальный. Там есть какие-то номерочки, которые еще предстоят. Есть, например, печать сургучная, которая пока не прочитывается. Думаю, она в конце концов выяснится, что это архиерейский дом новгородский. Интересно. Спасибо. Ну, и да, нужно, конечно, помнить, что она очень обрезана по всем. Боковые, как вы видите, они больше, чем наполовину срезаны. То есть еще такая особенность именно этого счета, что он был почти квадратных пропорций. Что, в общем-то, нетипично для иконок. Ну, да. Конечно, отсутствие вот этого престола на верхнем поле, но это тоже такое уникальное абсолютно. Во всей византийской иконографии такого больше нет. Ну, Ир, что-нибудь еще сами желаете нам сказать? Я вам с большой благодарностью за это. Да, ну, мы всегда рады. Спасибо большое. Очень много ценного. Если вдруг как-то выплывет какие-то воспоминания о том, какие памятники Центральной Греции вам кажутся... Хорошо. Буду очень признательна. Вот еще раз возвращаясь вот к истории с житейным Николой, у Льва Исаковича ведь вышла статья, могу переслать. Это просто такой сборник искусствознания, который я сама ее очень долго искала, и сам Левшис не мог долго вспомнить, где он ее опубликовал. И как-то я не вспомнил. В принципе, она есть там даже в Институте искусствознания ее скачать можно. Вот эту датировку... Да, они вам перешли в память. Ну, на сайте. Она у него такая очень пространная там. Наверное. И очень резкая. И во время, когда я делала доклад в Институте искусствознания на конференции, он тоже... А нет, я его не в секторе делала. Немножко другой, но и он очень просто возражал и очень так резко выступил, что, ну, это уже все доказано, это 100% начала XII века, там Бачкова, как всегда, вспомнили и так далее. Вот я тогда как-то задумалась, а потом вот не сообразила ему сразу ответить даже, а что у нас вообще с житейными иконами, потому что у нас, собственно, сам жанр житейных икон-то начинается с... Ну, жанр мы, конечно, не знаем, может, он, наверное, начинался раньше, но про эту икону нет, ну, в общем, да. Так это же большой спор. Сейчас итальянские ученые пытаются свои памятники датировать XII веком, чтобы пальму первенства появлению житейных икон к себе присвоить. Ингелина Сергеевна с Борисом и Глебом, вот она пыталась эти житейные иконы Бориса и Глеба возвести тоже к какой-то супердревности, чуть ли не... Свидетели Николая из Бешелья... Да, ни ко времени жизни самих Бориса и Глеба, это, конечно, вопрос тоже, ну, такой непростой, материала мало. Ну, ладно, Дефа Закча, мы тут вот недавно с Машей видели одну итальянскую икону, которую он Константинопольской определил, ну, что делать, бывает. Мне просто очень было важно ваше мнение, поскольку так, ну, достаточно сектор отчасти встал на его сторону, поэтому я решила, что, ну, может быть, я что-то... Ну, что делать? Нет, я все равно осталась на своем... Жизнь, да, жизнь, она такая непростая. Я задумалась, начала, конечно, смотреться. Хорошо, спасибо, Ира, все очень интересно, значит, расстаемся до 17-го числа, 10-го мы заниматься не будем, еще праздники, а 17-го у нас опять будет Бутырский и так далее, дальше тоже конец мая весь расписан, да? Все, всем спасибо, и все раз Христос воскресе, живем. Воскресе. Да, прощаемся. Спасибо. Павел Викторович, спасибо.